Генеральный спонсор места происшествия. Станция технического обслуживания. Сервискар. Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервискар. Весенняя. 54. В эфире проект Место происшествия и мы продолжаем. Нескучный выходной выдался у пьяного водителя семерки и его пассажиров. Сначала они натанцевались и изрядно выпили в ночном клубе на улице Производственной. Затем приятели поехали домой, но увидели активистов ночного патруля и решили поспать. Однако позже убедившись, что за ними никто не следит, ночные хулиганы начали движение. Впрочем, уже через минуту они устроили погоню и пытались уйти от инспекторов ДПС. Кадры преследования изучил наш корреспондент Сергей Пичугин. Перекресток улиц Солнечной и Воровского. Сотрудники ДПС слушают информацию от активистов ночного патруля и ждут водителя семерки, который едет в их сторону. Вот машина появляется в кадре и инспектор устремляется за ней. Водителю сразу подают сигнал об остановке. Водитель остановился не сразу. Он выбрал место для завега, снизил скорость и отпустился на утек. Правда, спринтером он оказался, мягко говоря, небыстрым. Его задержал автоинспектор. На молодого лихача надели наручники, его посадили в патрульное авто и уже там он представился Русланом Найдановым. От водителя сильно пахло спиртным и он сразу понял, что теперь его ждет серьезное наказание и минута славы. Как дела? Выйдите из машины лучше. Почему мне выходить из машины? Ну, сиди, хочешь, так что-то. Друзья водителя, видимо, своих не бросают, остались с приятелем до конца. Впрочем, сначала они пытались всех запутать своей легендой. Водитель у вас пьяный, да? Водителя мы не знаем вообще. Как здесь оказались? Случайно. Не нашли, да? Да. А что произошло, вот я вижу, патрульная машина тут. Я не знаю, нас остановили, мы вообще не понимаем, что происходит. А вы на какой машине ехали сами? Мы, вот машина стоит, мы поехали на ней домой, поехали. На Семерке? Да. Водитель у вас пьяный был? Нет, резвый должен быть. Не в курсе пассажир «Семерки» и о спринтерском броске водителя. У молодого человека на это свой взгляд. Я думал, он не бегал, он домой просто пошел. Это замечательно. Бежит в машину и переговорил, да? Конечно, домой же надо тоже идти. Друзья водителя уже ничем помочь не могли. Найданов прошел экспертизу с положительным результатом. У него составили протоколы за пьяное вождение и за то, что он вовремя не остановился. Позднее состоялся суд, и Руслана лишили права управления на 18 месяцев. Также за нетрезвые гонки ему выписали штраф 30 тысяч рублей. Сергей Пичугин. Место происшествия. Субтитры создавал DimaTorzok